Всем привет! Сегодня я хочу показать вам идею монохромного макияжа, и в то же время это вариант макияжа такой с макияй на каждый день. Макияж выволняется буквально за 5 минут, и мне кажется, что это отличный вариант, конкретно когда вы спешите, если вам нужно собраться, выглядеть красиво, но в то же время не потратить на это слишком много времени. В конце видео я вам также дам советы по поводу теней, какие оттенки лучше всего работают в такой технике, а сейчас давайте приступать к самому макияжу. Первое, что я буду делать, это наносить базу на все подвижное и неподвижное веко. И для этого я использую MAC Pro Longwear Paint Pot в оттенке Soft Ochre. В этом макияже важно создать какую-то липкую основу, на которую будут потом наноситься тени, и по которой они будут растушевываться. И конкретно это еще выравнивает тоже тон века, то есть скрывает все какие-то сосуды, скрывает всю сосудистую сеточку. И дальше мы с вами переходим уже к теням. Сегодня я буду использовать оттенок Pewter из палетки Larac Pro. В этом макияже все элементарно просто. Вот я на одну сторону кисти растушевочной нанесла этот оттенок, и первое, что я делаю, прикладываю кисть на центр века. И здесь уже все эффекты тени, света и так далее создаются только сугубо за счет тушевки. То есть, если вы будете топтаться больше вот здесь вот во внешнем уголке глаза, у вас будет более насыщенный здесь цвет. Сюда вы совсем слегка зашли, растушевали, и вот у вас получился здесь намного менее насыщенный оттенок. И вот так вот если посмотреть, то кажется, что как будто я нанесла сразу два разных оттенка. Сюда какой-то похожий более светлый, а сюда какой-то более темный. И таким образом тоже начинаем тушевать в складке века, поднимать этот оттенок выше. И в тушевке такие тени тоже работают по-особенному, они как будто превращаются в еще какой-то третий оттенок. То, как выглядит ваш макияж, вы регулируете сугубо нажатием кисти. Где нажимаете больше, там у вас больше получается затемнение. Где нажимаете меньше, затемнение получается маленькое. По сути все, раз-два и тушевка у нас на верхнем веке уже готова. Теперь переходим к нижнему веку. Я нанесла тот же оттенок теней на маленькую кисть, и теперь буду наносить это на нижнее веко. И обратите внимание, я не стараюсь нажимом, да, вот так вот, что аж века ходит ходуном. А вот еле-еле, как будто вы практически века не касаетесь наносите. Таким образом вы сразу будете создавать тушевку на веке. Вот, обратите внимание сейчас, как я буду наносить этот оттенок буквально, как будто еле-еле касаясь кожи века. И опять-таки, в зависимости от того, как вы делаете нажим, так у вас и получается интенсивность. По сути, практически все. На этом можно накрасить ресницы и закончить макияж, но я предлагаю пойти немножко дальше и закончить его какой-то интересной подводкой. Сегодня я буду использовать фиолетовый карандаш от Urban Decay в оттенке плащей. Такие тауповые оттенки с фиолетовым очень хорошо сочетаются. И если фиолетовый макияж в тенях это вообще не ваша тема, то попробуйте фиолетовый добавить в подводки или карандашом немножко нарисовать, вот так вот буквально совсем чуть-чуть стрелочку подвести растушеванную. И это отличный вариант для брюнеток с карими глазами и также для такого цвета типа, как я, с зелеными глазами. Очень красиво такие оттенки подчеркивают цвет глаз как раз-таки. И вроде бы как ненавязчиво и практически незаметно, но на дневном цвету будет видно, что это все-таки фиолетовый оттенок и он будет выигрышно подчеркивать глаза. Я нарисовала совсем такую тоненькую стрелочку и теперь все, что мне осталось сделать, это только накрасить ресницы. Сейчас я это сделаю и вернусь к вам. Ресницы я накрасила и на этом мой макияж уже полностью готов. Продолжайте смотреть, если хотите узнать, с чем можно сочетать этот макияж на лице, а также какие более бюджетные аналоги можно использовать для такого рода монохромного макияжа. Как я заметила, в этом макияже лучше всего работают как раз такие серо-коричневые, талповые оттенки. И если у вас нет палетки LORAC PRO и если она для вас недоступна, я вам могу предложить еще два варианта похожих оттенков, которые также замечательно работают. Первая это палетка Wet n Wild, трешка в оттенке Silent Treatment. Здесь конкретно вот этот вот самый нижний оттенок, это практически полная копия оттенка из LORAC PRO. Если даже по свочам вы увидите какое-то небольшое отличие, то на глазах они выглядят практически идентично. И что касается текстуры, то тоже очень похожая текстура, то есть практически один и тот же цвет, только эта палетка стоит пару долларов, LORAC PRO же стоит 42 доллара. И также хочу вам еще показать один вариант, который доступен по России вообще элементарно. Это пигмент от Tami Tanuka, конкретно оттенок Боевой Мак. Тоже очень похожий оттенок на тот, который я сегодня использовала на глазах. Единственное рассыпчатая такая текстура, с ней работать, конечно, немножко сложновато. Вернее, сложнее. Не то, что сложновато, сложнее конкретно в этом макияже. То есть, возможно, у вас больше отсыпется этого пигмента под глазами. Но если вы будете брать буквально совсем по чуть-чуть и наслаивать, 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 то все должно быть хорошо. Я тоже с этим пигментом частенько делаю такого рода макияжи. Очень мне нравится, как это работает. Что касается того, что у меня сегодня на лице, то в первую очередь это тональная основа от Faberlic. Это Lifting Foundation, тональный крем, мгновенная подтяжка. Дальше я использовала консилер от Bourjois. Этот консилер я наносила под глаза. Это серия Radiance Reveal и у меня оттенок номер 2 Beige. На бровях я сегодня впервые тестирую тушь для бровей от Bourjois Brow Design. Вы, скорее всего, это видео с тест-драйвом уже смотрели. Если не смотрели, я вам оставлю обязательно ссылку, чтобы вы смогли сейчас перейти посмотреть. Это первый раз, как я его тестирую. Пока, не знаю, не определилась еще точно с мнением, но в том видео вы его узнаете. На щеках у меня сегодня три продукта. Первый это бронзер от NYC в оттенке Sunny. Вот так вот он выглядит. Буквально по периметру лица я немножко прошлась для того, чтобы освежить тон лица общий. Дальше я использовала румяна от Sleek из палетки трешки. И использовала вот эти румяна. Они очень легкие, имеют розовый оттенок с золотым переливом. И я дополнила это все совсем легкой вуалью хайлайтера. Я не хотела слишком сильно блестеть сегодня. И хайлайтер я взяла вот этот вот желтенький сухой из палетки Sleek Solstice. И на губах у меня помада от Colourpop в оттенке Bound. Это в кремовой текстуре помада, розового оттенка нейтрального. Мне кажется, отлично она тоже сюда подходит. Надеюсь, вам эта техника понравилась и вы ее захотите перенять в свой повседневный макияж. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить мне палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Давненько у меня на канале не было каких-то развлекательных видео. Все были какие-то серьезные темы. И мне захотелось в кои-то веки сделать что-то такое веселое. И недавно я попала на такой челлендж, как макияж без использования кистей. Что я вижу по этой фотографии? Это я вижу овальное лицо, но в то же время это не узкий овал, а достаточно широкий. Из-за того, что есть вот эта достаточно большая височная зона, она создает более широкий овал. То есть, если бы было меньше здесь височной зоны, вот так вот, например, то овал получился бы более правильным. Звучит.